Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, еще раз для тех, кто уже с нами целый час как минимум в бизнес-канале, те, кто присоединился, вновь добрый вечер. Время сухого остатка, меня зовут Олег Дмитриев, на Финам.ФМ сухой остаток. Традиционно в это время обсуждаем ситуацию, которая складывается на финансовых рынках, и тема сегодняшней нашей программы, что может стать хорошей инвестицией в текущих условиях. Я сразу вспоминаю мой вчерашний бизнес-класс и его гостя, который предлагал инвестировать в антиквариат. Может быть, это станет в текущих условиях хорошей инвестицией. Ну, поживем-увидим, поговорим об этом. Итак, в гостях сегодня Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал. Добрый вечер, Володь. Добрый. И Александр Бохин, заместитель директора управления фондовых операций, инвестивентом компании Проспект. Добрый вечер, Саша. Здравствуйте. Добрый вечер. Уже и картина маслом на это время, что происходит на основных финансовых площадках. Ну, начнем с нас. И мы сегодня после вчерашнего позитива, да, также активно откатываем назад. РТС теряет полтора процента, ММВБ чуть больше процента. И в первом случае 1580, то есть ниже 1600 опять упал РТС. И 1519 ММВБ текущее его значение, ну, то есть ниже сопротивление также. Американцы вчера немного откорректировались. По два десятых потеряли и CP, и Dow Jones. Вот. Европа также сегодня в небольшом минусе, ну, в небольшом минусе, а наши-то ребята, видите, вчера взлетели, сегодня упали. С реверенки Форекс смотрим. Нефть марки Brent уверенно стоит в районе 118 за бочку. Золото продолжает торговаться в диапазоне 1640-1655. И индикатор валютного рынка евро-доллар сегодня обновил минимумы недавние и подошел вплотную сверху к 1.33, 1.3332 текущая котировка. В общем, негатив опять пошел у нас, судя по всему, из еврозоны. Основной набор голубых фишек сегодня красеньким, красеньким окрашен. И лидеры падения. Ну, Газпром к 133,3 опять стремится, видимо, да. ГМК Норникель больше трех процентов сегодня теряет МТС полтора процента. И примерно Роснефть 2 процента в минусе после вчерашнего роста. Да, действительно, вчера мы с коллегами говорили, на чем растем-то. Ну, видимо, какие-то спекуляции такие, да. И смотри, так и произошло. Шарты закрывали. Сегодня открываем новое, видимо, да. Переоткрываем. Переоткрываем. Ну и полтора процента ВТБ, тем не менее. Вчера он прибавил тоже, да, там порядка сколько, по-моему, 5-4 с чем-то. Ну, да, просто сегодня он был плюс 4, а то и вышел. А, и он уже откатывает, да. Я вот сегодня днем не смотрел, к сожалению, да. Ну, зеленым, тем не менее, один практически в этой команде. Ну, да ладно, давайте начнем, собственно, разговор. Ну, традиционно в начале разговора я хотел бы, уважаемые коллеги, от вас мнение ваше, да, некое там средне, кратко, долгосрочное, что вообще происходит, чего нам ждать в ближайшей перспективе, макро-статистике, глобальных каких-то тенденций. Саша, давай с тебя начнем. Ну, конечно, о перспективах, тенденциях глобальных можно очень долго рассуждать. Это такая история практически бесконечная, да, и разговор можно вести вечно. Вот, но, наверное, все-таки там опустим какие-то самые базовые истории, да, там, про то, как в том фильме, как Господь создал Землю, да, и Исаак родил Иакова. Что касается финансовых рынков, если так вот ее вот описать, то, что мы сейчас видим, и то, по крайней мере, как это выглядит со стороны, то есть то, что касается, скажем так, я, наверное, больше того, как двигаются денежные потоки, на что, в первую очередь, смотрят инвесторы, и еще такой достаточно важный фактор, в каком вообще состоянии находится индустрия финансового рынка как такового. Если на это все в комплекс посмотреть, то, судя по виду, все это напоминает, ну, скажем так, некое дно цикла, да, некое дно цикла, после которого, в общем-то, может, скажем так, выход из которого, если там мы получим, увидим, цикл поменяется и начнется цикл роста, да, движение может быть достаточно серьезным и продолжительным, да. Другой вопрос, вот это дно, да, то есть насколько оно, сколько времени оно еще продлится, в данном случае, когда я говорю про дно, я имею в виду не вопрос конкретных цен на те или иные активы, а ситуацию общего состояния рынка, то есть что делают инвесторы и как вообще вся эта машинка работает. Извините, мне очень понравилось упоминание твоих о циклах, о каких циклах идет речь? Это экономические циклы или какие-то, я не знаю, марсианские циклы, астрологические? Ну, на самом деле, я не думаю, что между ними есть какая-то большая разница, да, как известно, в общем-то, все в мире, история развивается по спирали и все в мире циклично, да, то есть, ну, как всегда, там есть, то есть каждый цикл имеет несколько фаз, то есть, так сказать, фаза роста, фаза какого-то там стабильности, фаза падения, ну и, как всегда, обычно заканчивается это все депрессией, да. То, что мы видим сейчас, по виду очень похоже на именно вот эту депрессию, да, причем достаточно глубокую, и, собственно говоря, мы в этом состоянии-то, по большому счету, пребываем вот последние два года. Опять же, я беру не Россию, да, а беру, наверное, рынки в целом, несмотря на то, что формально цены, допустим, тех же акций, они находятся на исторических высотах. Совершенно верно. Вот здесь первый парадокс, да, вроде, если вот Саша согласится, депрессняк кругом, а цены вон какие. Ну, на инфляцию скорректируйте, и все, и все станет на свои места, да. Скажем так, парадокса, в моем понимании, в этом никакого нет, потому что если смотреть, допустим, фундаментально, да, несмотря на то, что цены находятся на исторических верхах, можно сказать так, что акции не стоили никогда так дешево, там, на нашей памяти, да, как они стоят сейчас, это не значит, что они вот завтра станут дороже, и не значит, что они не могут стоить еще дешевле, да. Вот, но, по факту, в течение, там, последних, там, двух лет акции стоят так дешево, как никогда нашей памяти не стоили. Я понял тебя. Володь, давай, изложи, ты как видишь все это. Я вижу ситуацию, у меня, на самом деле, очень такие смешанные сейчас чувства по поводу всей ситуации, по одной простой причине. Мне тут пришлось как-то поковыряться, посмотреть, что было в прошлом году, ну, просто, грубо говоря, освежить память, там, какой-то был вопрос. И так получилось, что я почитал новостные линии годичной давности, ну, примерно, начало прошлого года. У меня сложилось очень четкое чувство дежавю. Дежавю, да, да. Вообще, причем, вот просто один в один, да. Что, на чем мы в прошлом году росли в начале года? Ну, что у нас там, ожидание стимула в Китае. Да, да, да. Улучшение макростатистики, так. Ну, и плюс какие-то положительные подвижки в решении проблем там. Еврозоны обязательно, без нее никуда, конечно. Вуаля, да. Так, а на чем мы в этом году растем? Ну, те же самые причины. Смотри выше, смотри выше, как говорят. Да, да. Ну, собственно, какие ожидания у меня, да. То есть, если смотреть там глобально, да, то есть, так вот, долгосрочно, что называется, да, то, там, не знаю, начнем с еврозоны. Да, вроде как все там, безработица на хаях, да, то есть, долги растут по-прежнему. Но вместе с тем есть два положительных момента, да. Это первое, это то, что бюджеты, дефициты бюджетов, точнее, сокращаются, несмотря на что там худо-бедно, да. Торговый баланс растет, то есть, фактически, вот тут тот дисбаланс, который там привели его в итоге вот к его текущему состоянию, они понемножку уходят на нет, да. И, как бы, это такой вот долгосрочно очень-очень позитивный сигнал. Ну, и тут единственная проблема, да, что нужно все-таки вот эту вот ситуацию, да, продолжать удерживать, да, то есть, это вопрос вот про политической воли, скажем так, руководства еврозоны, да, чтобы продолжать сокращать, ужесточать денежно-кредитную политику, удерживать, соответственно, там, несмотря на возможные выступления, которые, я думаю, весной с протеплением активизируются. Конечно, конечно. Вот, и, в общем-то, ну, здесь, в принципе, есть какие-то моменты положительные. По США тоже, в общем-то, хорошие новости, да, то есть, бюджетный дефицит сокращается понемногу, да, худо-бедно, ну, да, долг растет, согласен. Безработица снижается, то есть, там несколько другая ситуация, да, там, проблема, наверное, с другим балансом, скорее, да, и с огромным долгом. Но идет реиндустриализация, реально уже несколько лет, там, доля обрабатывающей промышленности растет. Растет добыча полезных ископаемых, в частности, хотя бы по динамике нефти и газа посмотреть. И улучшается состояние домохозяйств, как то, что называется их вот это вот состояние, что называется, то, что называется, долговая нагрузка. То есть, вот, долгосрочно... Балой, давай я тебя прерву, Саша тоже что-то хочет сказать, но у нас есть звонок, да, поскольку полтора минуты осталось до новостей, давайте мы послушаем. Леонид звонит нам. Леонид, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, очень хорошо, добрый день, это Леонид Чашник. Вы обсуждаете очень важные проблемы, а тем не менее, у нас уничтожается в Москве политехнический комплекс полностью, вместе с музеем и зданием. И это настолько чудовищно, что люди даже не могут это осознать. А тем не менее, это именно так. Здесь задействованы огромные деньги, потому что то школьники приходили и бесплатно пялились на экспонаты, а теперь там будет представительство разных фирм, которые будут якобы современную науку там представлять. И все, что сделано в России российскими инженерами, будет похоронено. Это совершенно чудовищно. Я призываю людей через вашу радиостанцию обратить внимание на это, потому что это совершенно чудовищно. Это путь к развалу страны. Ясно, Леонид. И руководит этим Чубайс и его фонд попечительства политехнического музея. То есть они должны были бы это поддерживать. А тем не менее, все экспонаты развозятся. Здание собирается быть перестроенным, хотя оно в прекрасном состоянии. И, в общем-то, все должно остаться по-прежнему, потому что это именно и ценно. Оно было сделано, все это было сделано в 18 веке. Леонид, извините, спасибо за звонок. У нас новости сейчас, к сожалению. Спасибо вам огромное. Итак, друзья, продолжаем разговор. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев. В гостях Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал. И Александр Бохин, заместитель директора управления фондовых операций институтной компании Проспект. Обсуждаем текущую ситуацию, ищем хорошие инвестиции. Я прошу прощения, наверное, было бы логично начать программу, эфир у нас с поздравлений, да? Сегодня праздник, конечно. Поздравляем всех влюбленных, тех, кто любит, тех, кто любим, и тех, кто собирается это сделать, в принципе, в ближайшее или не очень время. День Святого Валентина. Вот такая вот история. Ну да ладно. Итак, возвращаемся к нашему разговору. Валентина, по поводу домохозяйств, и Саша, кстати, хотел тебе вот это дополнить, да? Ну давайте я закончу просто коротенько, да? То есть, в принципе, есть достаточно признаков улучшения, да? Но есть одна проблема. Это размер долга все-таки, да? И, соответственно, проблема выхода из того режима мягкой денежно-кредитной политики, который имеем сейчас. Собственно, все. И поэтому вот я бы, несмотря на то, что, да, наверное, акции смотрят сейчас дешево, да? Но есть одна проблема, да, это вопрос, соответственно, какой темп роста у них закладывается, да? Потому что это все-таки, как бы просто так по evaluation, да, согласен, все дешево, все замечательно, но если пересмотреть там ожидания по росту, уже как бы все не так очевидно. И второй момент, что, в общем-то, если мы исходим из того, что все-таки будет, надо будет болезненно достаточно выход из режима сверхнизких ставок, то, в общем-то, надо будет закладывать и на низкий рост экономики в обозримой перспективе, да, и, соответственно, несколько понизить свои ожидания по вообще доходности финансовых активов, причем всех классов активов, наверное, без исключения. Вот, поэтому тут, в общем-то, такая общая рекомендация, это некие там активы, которые, а, либо генерят кэш, либо дают защиту от инфляции. И желательно, как что-то, что дает доходность им в реальном выражении. То есть, как бы вот облигации сверхзащитные, да, вот как-то мне уже они очень-очень не нравятся. Поднадоели уже. Ты что-то хотел добавить, вот про домохозяйство заговорил когда-нибудь? Нет, абсолютно, я не собирался ничего добавлять, просто, на мой взгляд, верная мысль, именно то, что касается домохозяйства, именно тот кусок статистики, да, который, собственно говоря, ну, собственно, с чего начинался весь этот кризис, если мы помним, в 2007 году. Вот, то есть все начиналось как раз с тех самых домохозяйств, с падения цен именно на недвижимость в Штатах, и просто действительно, да, это, в моем понимании, достаточно значимый показатель, что там последние, по крайней мере, несколько месяцев, там, ну, уже достаточно долгое время продолжается потихонечку, потихонечку начали, как-то появилась жизнь, как-то потихонечку начали цены расти, вот этот Шиллер как-то потихонечку там вверх пополз. То есть это есть некий показатель то, что именно конечный потребитель, который, собственно, и двигает вот тут вот тот, тот, в дальнейшем тот экономический рост и двигает прирост стоимости инвестиций именно из своего кармана, именно этот потребитель начал потихонечку, понемножечку выползать из этой стагнации, в которой он пребывал несколько лет, и как-то все-таки начинает понемножку свои денежки на что-то тратить. Вот. В моем понимании тоже это есть некий показатель. Может быть, это, опять же, как-то поменяется, мы увидим новую фазу кризиса, но пока, еще раз говорю, это все очень сильно напоминает именно циклическое дно. Да, да, я понял. Потому что здесь мы уже точку минимума как будто бы прошли. Хорошо, хорошо. Ну, в любом случае, да, если мы, даже если определили, да, нынешнее местоположение этого, так сказать, на дне, и в стадии депрессии, то как минимум, да, перспектива. Да, есть одно правило. На дне можно долго лежать. Абсолютно справедливо. Вопрос понять, там, понять тот момент, когда действительно начнется в этом цикле новая фаза. Хорошо, хорошо. Вот мне очень понравилось, по крайней мере, да, мы сегодня, вы как минимум, да, сегодня единодушны по поводу местонахождения, да, сейчас в финансовых рынках, где они находятся. Что может стать хорошим вложением вот именно в это время, в это непростое время? Или, может быть, вообще инвестиции забыть стоит на время? На какое-то... Ну, окей, там, инфляция сожрет тогда. Либо, конечно, по это самое, на потребление. Ну, как вариант. Нет, если все-таки задача инвестировать, не знаю, мне все последние несколько лет, там, нравится, там, несколько, может, там, конечно, лет, немножко преувеличиваю, конечно, но очень нравится дивидендная история вообще в целом, да. То есть те бумаги, которые, вообще компании, которые выплачивают дивиденды. По одной простой причине, да, что в нынешних условиях, да, то есть у компании есть два варианта. Инвестировать это в бизнес, то доход, который она получает, либо делиться с акционерами. Проблема просто в том, что если компания начинает избыточно аккумулировать кэш и пытаться инвестировать в бизнес до бесконечности, да, как, например, СЭПОМ происходит, почему, собственно говоря, у меня есть к нему определенные вопросы, возникает вопрос отдачи, со временем эффективность их падает. Поэтому если компания там эффективная, да, она может показывать прибыль, и при этом делиться с акционерами, это, мне кажется, самый лучший сейчас вариант. Да, потому что на слабом росте экономики, да, то есть я не говорю, что там в целом нет растущих историй на рынке, да, такие тоже есть. Но, как бы, при прочих равных, да, вот компания, которая есть дисциплина, да, в выплате дивидендов, это, мне кажется, такой серьезный плюс. Но при этом, смотри, ты об Эппеле заговорил, и я так понимаю, в основном ты смотришь на зарубежные площадки. Да нет, кстати, и наши тоже. В России там может быть. В целом есть, конечно. Какая разница для инвестора? Да, это разница нет. Для нормального. То есть, например, там на иностранных западных площадках там есть такая идея, как эти фонды недвижимости, там эти рейты, да, то есть американские, например, те же самые. То есть, ну, там, единственный, конечно, вопрос с налогообложением есть, конечно, да, там достаточно высокие дивиденды, но тем не менее, да, то есть, понятно, это достаточно бизнес-модель, оживающий рынок недвижимости, плюс какие-то дивиденды. Из российских бумаг это, ну, собственно, что мы из таких интересов, наверное, там Башнефть, РИФА, да, там Татнефть. Ну, то есть, вот эта же идея дивидендная, да? Конечно, дивиденды, да, то есть, компания, у которых есть хорошая история, плюс, там, хорошие финансовые показатели, которые позволяют им выплачивать эти дивиденды. Потому что, как бы, инвестор с этими дивидендами уже может распоряжаться, там, по своему усмотрению, хотя бы даже купить те же самые бумаги на рынке, да, почему бы нет. Но здесь, как бы, вопрос именно, как бы, отношений, да, инвестор, компаний к миноритариям и готовность, соответственно, может с ними делиться. Это важно. Кстати, я вот это заговорил чуть раньше по поводу того, что долговой рынок уже не так превращается сейчас. Ну, я имею в виду, что очень низкие доходы сейчас в бумагах, скажем так, низкорисковых, да, я имею в виду вот в целом по, я не говорю про российский рынок, облигации, потому что сейчас это отдельная все-таки тема, да, я имею в виду вообще в целом по евро-банды, те же самые. Ну, точнее, например, те же самые трижеря. То есть, да, понятно, можно играться на каких-то колебаниях, но если это стратегия типа buy and hold, там, то, в общем-то, делать там особо сейчас нечего, да, и задача, можно, конечно, идти в какие-то более рисковые идеи, да, и, собственно, там, основная тема сейчас последних лет, там, это emerging markets, да, то есть банды emerging markets, да, то есть там доходности выше, там, и так далее. Но, опять же, возникает вопрос, насколько тот кредитный спрейт, он оправдан, там, кредитным качеством во многих случаях. Ну, да, по поводу кредитного спреда, да, например, по тем же самым российским выбрандам, надо отметить, что они находятся на абсолютно историческом минимуме, то есть он стабильно болтается ниже ста пунктов, и тоже, так сказать, какой в этом смысл, да, там, для, там, понятно, что там, для какого-то мегафонда, которым куда-то надо разместить деньги, да, хочешь, хочешь. Лишь бы куда только. Ну, куда-то засовывать все равно надо, да, но то, что когда вот эти, допустим, те же краткосрочные облигации, там, с дюрацией до года стабильно торгались в отрицательной доходности, все равно покупали, а что делать? Ну, да, ну, собственно говоря, там можно идти, конечно, дальше в фотокорпорат, в третий шион там куда-то, да, но это, опять же, да, это процесс не бесконечный, да, в конечном итоге, то есть, ну, упрёмся куда-то. То есть пока там, в принципе, еще есть какая-то идея, да, то есть можно играть, но у этой игры у нее есть там просто некий предел. Что касается рублевых бандов, здесь, в принципе, ситуация достаточно, ну, несколько поинтереснее сейчас будет, да, потому что в целом там есть и тема Евроклира, которая до конца не отыграна, да, плюс тут Евроклир заявил, что и корпоративные банды тоже, точнее, начнется с муниципальных, там, облигация, да, я думаю, до корпоративных дойдет. В общем, такая вот либерализация долгового рынка, которая увеличит число потенциальных держателей бандов. В общем-то, здесь как бы интерес есть, да, и, наверное, действительно здесь там можно как-то через различные ставки, там, играя на, там, дюрации-кредитном качестве, там, действительно, там, что-то дополнительно заработать. Но, опять же, да, то есть, как бы здесь потенциал доходности тоже там, ну, сколько там, ну, 8, может быть, 9 процентов за год, да, но это при очень большом, наверное, везении, да, просто банальный уровень доходности уже не тот, да, как был в прошлом году. То есть, да, это, наверное, будет больше инфляции, но, опять же, да, если мы вспомним там ситуацию, которая была до 2007 года, то банды в целом показывали доходность ниже инфляции постоянно. Я думаю, к этому мы тоже придем в России, да. И поэтому, в общем-то, если... Ты, кстати, сам говорил, я помню много раз раньше, что некорректно вспоминать уже ситуацию до 2007 года. Некорректно, да, но, к сожалению, мы... Возвращаемся все равно. Возвращаемся, да. Ну, я имею в виду, что там, ту ситуацию, да, когда у нас был избыток ликвидности, да, ну, там, ситуация, когда, там, уже сейчас, там, ну, скажем так, наша доходность по АОФЗ, да, приближается к инфляции, к ожиданиям, да, это уже, ну, фактически заявка на то, чтобы возвращаться к той ситуации, которая была до. Да, потому что здесь нужно понимать, что все-таки, если мы смотрим на зарубежных инвесторов, да, то на рублевую инфляцию им, по большому счету, это да. Левать. Вот, а для, если мы говорим про инвесторов частных, да, которым все-таки это за вопрос сохранить реальную покупательную способность сбережения, да, то, в общем-то, в рублевых облигациях, ну, остается только одно, это брать дополнительный риск. Ну, и частному инвестору, я думаю, дополнительный риск никогда не прийдет. Ну... А то он и частный инвестор. Понимаете, и на то он и риск. Хорошо, а как вы, что вы скажете по поводу сырьевых активов? Вот идея того, этой либерализации нынешней, да, или как минимум, там, идея вливания ликвидности, она все-таки может... Не очень понял, так сказать, вливание ликвидности куда? В сырьевую отрасль или что имеется в виду? Давайте в целом говорить о программах количественных смягчений. Вот предложение рынкам, но большого количества ликвидности. Куда она может пойти, в частности? Скажем так, когда в рынок вливается большое количество ликвидности, да, это, так сказать, собственно говоря, как в физике, да, то есть когда вы наполняете сосуд водой, какой бы формы ни был сосуд, вода все равно будет так или иначе заполнять все его уголки. Если будет щель, она все равно любую щель будет просачиваться. Поэтому политика смягчения в среднем приводит к тому, что все классы активов так или иначе, они растут. Ну, то, что мы видим, собственно, СНП на исторических аях, доходность бандов на исторических минимумах, да. То есть все стоит по самым дорогим ценам, хотя вроде в экономике плохо, да, но номинально цены абсолютно топовые. Если говорить о том, что вот будет просто идти наполнение, дальнейшее наполнение ликвидности, да, дальнейшее наполнение, без каких-либо существенных изменений, да, все равно так или иначе это будет сказываться на стоимости всех классов активов, и никуда мы от этого не денемся. Вот. В конечном итоге просто получим, допустим, просто мы будем получать некий инфляционный сценарий, вот. И, опять же, если наполнение будет идти бесконечно, в конечном итоге на реальную экономику тоже обойдет, но рост будет идти именно за счет, он будет именно инфляционным. Инфляционным. В моем понимании. Я понял. Ты как смотришь на рынок? На инфляционный сценарий. Кстати, об инфляционном сценарии ты тоже говорил некоторое время назад. Да, но здесь нужно понимать, смотрите, что... Володь, подожди, да, понимать мы будем чуть позже. Время новостей на Финам.ФМ, потом продолжим и будем отвечать на вопросы. Итак, продолжим, друзья мои, сухой остаток на Финам.ФМ. Ищем хорошие инвестиции, и действительно, наверное, не первый раз уже вопрос ставится именно так, да. В нынешней ситуации все-таки поиск, да, вложений денег, он актуален. Абы куда их не вложишь. И вот сейчас мы и обсуждаем, по крайней мере, да, варианты рынка акций. Эвидентные истории, вот, Володя предлагал, например, да, то есть, соответственно, то, что происходит на рынке облигаций, то есть, что происходит на рынке сырья, ну, и рисковых активов, так называемых, да, все это связано с тем, что, в принципе, мы с вами наблюдаем. Вопросы есть. Давайте я один озвучу. Андрей из, теперь я знаю, из Иркутска спрашивает. ГМК сегодня, да, вот теряет он 3,5%, параллельно исключительно на новости про ГМК и Удокан, или исключительно спекуляции? Спекуляция? Спекуляция, да, или исключительно спекуляция. Ну, слушайте, просто посмотреть, как сегодня рынок у нас себя ведет, да, посмотреть, как ГМК до этого рос, ну, да, собственно, вышла негативная новость, там, видимо, повод фиксануться. Да, на мой взгляд, вообще большая часть того, что происходит на рынке последние два дня, особенно, да, это исключительно спекуляции, и исключительно там, ну, не знаю, может быть, ликвидация каких-то и в ту, и в другую сторону не очень нужных позиций. Понятно. Понятно. Ну, очевидно это, да, потому что мы видим, это болтание какое-то непонятное, да, тенденции нет, а движение есть, ну, 3-дневное, как минимум. Это очевидно. Значит, смотрите, я хотел бы вот еще о чем с вами поговорить, ну, опять-таки, с точки зрения, да, поиска этих самых хороших инвестиций в текущих условиях, что может быть этой самой инвестицией, вот если, так сказать, вернуться... Мы, по-моему, по сырью там не договорили, да? Ну, давай по сырью договорим, потом я хотел узнать о банках. По сырью тут согласен, да, с одной вещью, да, там, грубо говоря, да, действительно, там вода дырочку найдет, по аналиквидности, но здесь как бы есть еще один момент, да, что если нет такой хорошей фундаментальной какой-то идеи, да, то, наверное, все-таки актив расти не будет. То есть, вот взять пример золота, да, любопытный момент, да, там, рост цен на золото... И вот на опережение идешь, у нас есть два вопроса по золоту. Да, ну, в общем, ладно, значит, что касается золота, рост цен на золото каким-то чудным образом совпал с ростом спроса со стороны ETF-ов физических. Да, да, да. Вот ведь как незадача-то, да, то есть, получается, фактически, да, там, сами себе создали рост цен, ну, то есть, такая самоподдерживающая система, да, то есть золото как, там, не знаю, актив, который даже не финансовый актив, а просто как вот, не знаю, там... Ну, это же не кому-то как финансовый... Психологически. Да, 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 просто, грубо говоря, спрос растет уже просто потому, что растет цена, а цена растет, потому что растет спрос. Да, да. Я думаю, что, в общем, золото, ну, не знаю, мне кажется, не знаю, мне не нравится. Ну, подожди, ты сам привержишь инфляционного сценария развития события. Не, одно дело инфляционный сценарий, второе дело — это самоподдерживающийся пузырь. Это разные вещи, давайте так, не путать. Это разные вещи, но альтернатив-то не будет. Не, ну почему? Смотрите, я вот все-таки, ну, буквально тут из такого вот короткого анализа, который мы делали, банальная вещь, да, то есть, есть у нас несколько, там, достаточно ограниченное количество комодов, и банально исходить из спроса-предложения, да, потому что если есть фундаментальная основа, да, и если есть ресурсы для надувания пузыря, там, ну, для спекулятивной такой вот атаки, да, то, собственно говоря, это самый лучший вариант. Потому что если, там, грубо говоря, все хорошо с предложением, да, там нет дефицита на рынке, ну, да, конечно, можно там как-то хитро надуть пузырь, но это не так просто будет. Вот, и, собственно, вот там две идеи, да, платина по ладе, которые вот сейчас вот, ну, из таких комодов нам действительно нравятся, да. По всем остальным, там либо получается, что, в общем-то, нет дефицита предложения, либо, наоборот, избыток его. То есть, как бы, сават там в нефть, ну, с ростом добычи в США и, в принципе, комфортных цен на нефть, как-то, ну, его нафиг. С золотом, после такого роста ETF-ов, да, но я бы как-то, не знаю, ну, может... Ну, только это тебя смущает, да? Меня это очень смущает, потому что... ETF-ы, да. Да, пятизолото может еще расти, да, но проблема в том, что это не будет являться каким-то фундаментальным основанием, да, это просто именно вот как бы, ну, чисто по инерции, да. Что там у нас еще остается? Так, из таких, ну, промышленные металлы, там, алюминий, ну, а что-то в меди можно посмотреть, но и то, вот. Это очень это самое. А так, в целом, в общем, я думаю, что сейчас рынки достаточно сбалансированы, с учетом замедления темп роста мировой экономики, да, как-то тоже, в общем, и опять же, да, тех, скажем, производственных мощностей, которые уже есть. Ну, вот, я бы не совался. Даже несмотря на инфляционный сценарий. Который тобой уже озвучен. Саш, по золоту мне очень интересно твое мнение по золоту. Я, наверное, в общем и целом, пожалуй, что вот с Владимиром в основном, так сказать, по большей части вопросов соглашусь. Даже если мы говорим про инфляционный сценарий, да, то даже в условиях той же самой инфляции это совершенно не предусматривает, если мы говорим про сырьевые активы. Да. Вот здесь самое главное, это, условно, некий баланс. Вот эта продолжающаяся поддержка, да, она может быть в каком-то смысле, да, там, не даст сильно падать. Но в конечном итоге, там, так или иначе, да, в процессе стабилизации, да, все цены все равно приходят к каким-то более-менее разумным уровням, да. И для того, чтобы эти уровни были нарушены, должны произойти какие-то достаточно серьезные события. Там, я не знаю, действительно, тоже касается, например, той же самой нефти, да. Но нефть, она, по большому счету, находится там на тех ценах, выше которых это плохо и для потребителей, и для поставщиков. И даже вот текущий уровень, он, в общем-то, уже, в моем понимании, не сильно комфортен, в том числе и для нас. То есть хорошо бы, на самом деле, и пониже чуть-чуть это все было, да. Вот. Самое оно там, процентов 10, никто бы не умер, а одно добро. Вот. С золотом, в моем понимании, наверное, ситуация все-таки примерно такая же, да. Есть действительно проблема, то, что это ETF, но при всем при том, все-таки именно при том огромном количестве денег и огромном количестве накоплений, которые существуют в мире, именно физических накоплений, да. То есть мы имеем такой дисбаланс. С одной стороны, огромные долги, с другой стороны, огромные накопления. Вот. Понятно, что золото, и даже если почитать те же самые, допустим, ресерчи какие-то, ведущие современные, таких вот ведущих аналитиков западных, известных, да, все равно все рассматривают, его золото рассматривают не как предмет спекуляции, а все-таки как некую защиту, как инструмент, который, если у вас есть большой портфель, его там, наверное, надо иметь. Я тебя попрошу, а ты можешь сформулировать защиту от чего сейчас золота? А защита, скажем так, защита от, то есть как бы не развивался сценарий, как бы не развивался сценарий дальнейшего движения, да, вот в среднем, там медианно золото, наверное, при всем защите вариантов, оно оказывается одним из тех активов, которые там, условно говоря, там в разных сценариях может вести себя относительно по-разному, но немножко, так сказать, в среднем обыгрывать другие классы. То есть понятно, сценарий никто не знает, но страховаться надо отсюда. Поэтому если у вас там идет рекомендация, как бы идет накачка, если у вас есть условно, если у вас есть там миллиард долларов, да, там и сто миллионов долларов, да, какую-то часть, какую-то часть просто положите в золото. Лучше физическое, как об этом пишут. Лучше физическое, потому что там пузырь, да? Нет, там пузырь. Нет, а какая разница, физическое, не физическое? Ну, я просто по золоту говорю, то есть тут у меня всегда, ну, вообще в целом есть, ну, несколько вопросов, да, по нему. Да, первое, кэшал не генерирует дохода, да, цена определяется только ровно тем, сколько она стоит на рынке, да, то есть, а то, сколько она стоит, определяется, я уже сказал, там маркетинговыми усилиями продавцов из золотых ETF, условно говоря, ну, утривая, конечно, да. Поэтому, ну, просто, видите, как бы, да, наверное, я действительно соглашусь, что, наверное, в портфеле, может быть, золото имеет смысл, но просто модельный пример, да, что в стиральной машине тоже иногда бетон применяется, там какая-то плита лежит, для того, чтобы ее не сильно колбасило при Баджиме. Нет, ну, это важно, действительно. Да, ну, понятно, что точно так же, как бы, для снижения волатильности портфеля можно, да, включить золото. Ну, это вот, как бы, такое. Хорошая аналогия мне понравилась. Ну, да, не более того, то есть, мне кажется, возможно, да, но я бы на ближайшее время скорее, наверное, там, в моем понимании, больше рассматривал вероятность там некой стагнации цен, может, с каким-то снижением, да, я не думаю, что там будет, ну, не ожидаю какого-то сильно резкого оплачения. Цен на золото именно? Цен на золото, да. То есть, я не ожидаю, что там, ну, в моем понимании, как бы, да, там, что там случится какой-то там резкий всплеск волатильности. Хотя, конечно, понятно, если вдруг все решат, что это золото там никому не нужно, да, и все пойдут избавляться от накоплений, там, конечно, оно может достаточно сильно сковырнуться, да, но, опять же, вопрос, кто к чему возвращаемся, да, хорошо, а куда? Куда сковырнуть? Куда сковырнуть? Как говорится. В реальные активы. Ну, на самом деле, просто по поводу золота очень рекомендую посмотреть его длинную-длинную динамику, да, там, может, даже скорректированную на инфляцию, да. То есть, был очень мощный ралли там, по-моему, в 70-х, по-моему, годах, если не ошибаюсь, да. Начало 80-х, по-моему. Да, прошу прощения. После чего, там, соответственно, мощная коррекция, и вот до нырали, который мы сейчас, в процессе которого находились, там, последние, там, десяток лет, в принципе, золото относительно инфляции его себя нисходящим образом. Относительно инфляции. От инфляции не защищало, да, там, фактически, реальный от него номинальный доход был ноль, но окей, да, то есть, фактически, я бы, вот, золото расценил как кэш в портфеле. По сути дела, да. По сути дела, так и есть. Потому что, опять же, да, дивидендов не генерит, от инфляции в нормальном режиме, опять же, не защищает, если это не пузырь, как сейчас, то, в общем, ну, как бы окей. Понял вас, понял вас. Опять я ведь в поиске инвестиций, понимаете, а вы меня все время разочаровываете сегодня. Нет, ну, смотрите, есть несколько там сценариев также, опять же, да, восточный время инвестит. Еще одна идея, все-таки, сохранение низких ставок в течение длительного времени. Проблема-то в том, что, собственно, вот этот вот процесс выхода из режима низких ставок, он очень болезненный сам по себе. Да, представляете себе, что если вы повышаете ставки по фондированию, например, в США, в ФРС, вы тут же переставляете доходность по облигациям. А облигации эти лежат на балансах многих крупных банков, страховых компаний, пенсионных фондов. И вы фактически заставляете фактически рисовать убыток, который надо как-то покрывать. И вот тут вот, а, там еще есть такой нюанс, называется Defined Benefit Plan, ну, как-то, по английски, по пенсионной планы. Суть в том, что компания обязуется там выплачивать определенную сумму в течение времени и так далее. То есть, по сути дела, это не то, что просто тебе на портфель кидается, а там что получится, то получится. То есть, независимо от доходности, все равно обязан платить. И там есть такой, очень-то, хитрый нюанс, что связанный с тем, что если вдруг активы, стоимость активов этого фонда падает, то компании, которые этот план содержат, надо туда вносить. А это, собственно, такие планы держат очень многие крупные промышленные компании США. В таких планах, к счастью, нет у многих интернет-компаний, которые появились относительно недавно. Но, тем не менее, вот это банальное повышение ставок, это реально такая проблема будет для всех. Но, честно говоря, мне очень большие сомнения, что это будет скоро. Хотя, значит, ну, как минимум, Бернанке говорил о конце 2014, о 2015 году. Ну, да. Смотрел, что рынок труда. А в 2010 году он какие сроки указывал? Это понятно, да. Немножко сдвинулись. На самом деле, на самом деле, то, что касается ставок, наверное, еще дополню. Ну, я не знаю, я, может быть, немножко там с другой стороны смотрю не так, как мой коллега, да. Скажем так, то, что действительно, в эпохе ставок действительно мы можем прожить достаточно долго, да. Ну, прогнозов, наверное, я сейчас делаю. В эпохе низких ставок. В эпохе низких ставок, да, совершенно верно, сверхнизких ставок мы можем прожить достаточно долго, вот. Хотя я, наверное, не соглашусь, что именно с точки зрения, допустим, экономики, да, с точки зрения держателей так иностранных активов повышение ставок может стать действительно какой-то глобальной проблемой, да. Мы там видели и там повышение, эти циклы повышения, циклы понижения, все с этим жили, и прошлое, если большой цикл повышения ставок, он длился вообще там тоже, по-моему, порядка там 10 или там, не знаю, сколько, 15 лет. Ну, ничего, все жили, никто не умер. Там, в моем понимании, основная это здесь проблема в следующем, да, и когда вот мы видели, допустим, когда был еще, при принципе, когда он там загонял ставки на минимальный уровень, основная проблема, она для той же Америки, она заключается не в том, что трежеры лежат у кого-то на балансе, да, а заключается в том, что к ставке по, к базовой ставке, примерно ставке по тем кредитам и в первую очередь по ипотечным. Соответственно, каждое изменение, там, условно, на 25 basis points на американскую семью в среднем дает, которая имеет кредиты в первую очередь по недвижимости, она дает там долговую нагрузку, там, ну, это считается, ну, там, условно говоря, несколько сот долларов в месяц. Вот, что, соответственно, пока идет общая, ну, такая глобальная стагнация либо сворачивание доходов, что для общества совершенно недопустимо. Проблема это, да, и, собственно, почему я сказал, с чего мы начинали, когда мы видим, что начинает потихонечку расти стоимость домов, начинается оживление активности, это говорит о том, что у людей появились лишние деньги, а, следовательно, вот это повышение... То есть они могут вот это повышение... Это повышение и смогут пережить, оно их не убьет и не разорит. То, что, то, собственно, из-за чего эти ставки снижались, и то, что, собственно, убивало потребителей именно в 2007-2008 году. Я понял. Я понял. Спасибо. Ну ладно, потом расскажем, как она... Потом расскажете обязательно, сейчас новую сию обязательно послушаем на Финаму. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, сухой остаток на Финаму. 12 минуточек у нас осталось, и я вам хочу сказать, сегодняшний эфир замечательный, по крайней мере, мои гости мне лично уж точно вправили мозги. Я теперь вижу вообще, в какое время я живу и даже в какой-то степени знаю теперь, что делать. Кстати, об этом мы сейчас начнем с вами говорить. Я отвлекусь на секунду. 18.50 в Москве без малого. Американцы открылись, открылись с снижением небольшим. Сипи теряет 0,2%. Доу Джонс примерно так же. 1516, да, пока вот хай двудневный не обновлен. Все остальное так же, так же. Вяло-вяло, да, на закрытии. Ну, РТС, в общем, минус полтора процента, МВБ чуть меньше, минус, ну, и две десятых процента. Ну, понятно, почему. Рубль сегодня опять немножечко присел. И, кстати, рубль, надо тоже два слова, наверное, сказать будет, да, диапазон 30-30-20. Вот он, сколько уже. Ну, посмотрите, на корзине, там, собственно, приклеенный стоит. Просто стоит на месте. В общем, забавно, да, тоже в моменте, смотрите, евро-рубль и доллар-рубль, да, этот растет, этот падает, и потом наоборот. Ну, ты к валютной корзине приклеился, а там уже дальше, как евро куда пойдет, там и рубль. Наш Центробанк, в течение, там, особенно после 2008-го года, он усиленно боролся со всеми, там, крупными валютными спекулянтами, вот, и любая... Он их победил. Да, он их победил, совершенно верно. Хвала Центробанку, он их победил. В данном случае, в моем понимании, ведут достаточно, именно с точки зрения, вот этой вот работы на рынке, да, и именно борьбы, вот с этими, там, метаниями, да, они, в моем понимании, достаточно разумно взвешены в политику. Стабильность, стабильность. Именно в этом, есть, что касается этой части. Так, ну, хорошо, все это замечательно, давайте, тем не менее, все-таки мы в поисках инвестиций, и продолжим разговор, отвечаем на вопросы, вопросы, хоть и банальные, но, вы же понимаете, эти вопросы наших слушателей. Где будет Газпром, Саша, ты хотел ответить? Мне понравилась, кстати, ваша шутка там, да? Ну, где, на вопрос, где, как обычно, в Караганде, да, ну... Это никто, знаете, по этому поводу, да, дяденька поехал в командировку в Караганду, неделю был, говорит, в Караганде, и никто ни разу не позвонил, не спросил, где ты? Да, 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 ужасно. не, на самом деле, сегодня как раз, то есть, вчера, то, что мы видели отском по Газпрому, там, в моем понимании, такая чистая спекуляция, да, на тех новостях, которые вчера были, которые, на самом деле, ничего хорошего, в моем понимании, новостей не было, да, вот, сегодня, там, на самом деле, просто обсуждали, то есть, у нас уже, это сегодня, когда он начал двигаться, да, там были шутки, да, то, что хорошую компанию на букву Г не назовут, вот. Старая шутка уже. Наверное, да, но мы сегодня только придумали, видимо, так сказать, они повторяются, вот, и последняя была версия, что Газпром будем покупать тогда же, когда он будет стоить, сколько Сбербанк. Вот это мне понравилось, да, по цене Сбербанка. Вот, по цене Сбербанка, да, если, не знаю, если там технически смотреть, допустим, на ситуацию, чего на самом деле любят, там, частные клиенты, то, чего на самом деле не любят управляющие, но картинка, она есть, там, ее никуда не вычеркнешь, то, что компания сама по себе, конечно, там, ничего хорошего там в ней нет, и вот непонятно, откуда она возьмется, вот, и становится только хуже, да, там, и, видимо, при нынешнем менеджменте, да, ничего там не поменяется. На самом деле, единственный там сигнал для того, чтобы там в ней что-то могло развернуться, если там произойдут какие-то смены в верхнем руководстве, вот, а если смотреть, допустим, с технической точки зрения, что частные клиенты любят, бумага находится на чрезвычайно мощном уровне поддержки, то есть, которого два года она, вот, ниже этого уровня не опускалась, да, это сколько, 133, да, ну, я бы сказал, 130-20-50-133, вот этот диапазон, и судя по тому, как она себя здесь ведет, пока, судя по тому, как ведет себя бумага, она этот уровень собралась пробивать, если пробьет, то, ну, там дна нет, ладно, дна нет, но было у нас в восьмом году, 86 копеек, мы вчера, 86 рублей, пардон, мы вчера как раз омэдов вспоминаем, ты думаешь, еще и ниже может пойти? Я ничего не думаю, я, пока еще раз, пока я не очень понимаю стратегически, да, зачем его покупать, зачем он нужен, да, вот, именно с долгосрочной точки зрения. Ты расскажешь про Гаспром? Да что про него рассказывать-то? А смысл? Да. Ну, ладно, вы какой-то, так весело начиналось все, да, и так заунывно. Вот именно, вы же патриоты в конце концов, ладно, Сбербанк, давайте второе. Гаспром просто надо избавить его от, сделать нормальную компанию, а не... Совершенно справедливо. В том виде, в котором сейчас, это, в общем, неинтересно. При том, что, это говорят, Гаспром национальное достояние, это уже давно миф, потому что, если даже смотреть по тому, кто сколько денег платит в бюджет, у Гаспрома налоговая нагрузка, там, в два, там, даже больше, чем в два раза ниже, чем у, там, любой нефтяной компании. То есть, если Лукоил от своей выручки в бюджет отдает, там, в районе треть, да, Гаспром дает 15%, больше ни у кого нет. При этом половина с прибыли, да, у того же самого Лукоила, они после того, как все платят свои НДПИ, как бы, экспортные пошлины, прибыли-то вообще остается. Вот, олигархов все ругают. Говори. Надо их пожалеть, я думаю. Зато, зато там есть инвестпроекты. Да. В общем, там. Ладно, все, я понял. Некорректно было о Газпроме сегодня вспоминать. Давайте, вот, Сбербанк, Сбербанк, не будем, вопрос не стоит, а когда Сбербанк в цене сравняется с Газпромом, что сделает Сбербанк? Вот 130, вчера, кстати, кто-то спрашивал, 130 сделает Сбербанк, а почему 130? А почему не 150? А где, а вопрос, собственно, где Газпром сейчас? А почему, почему не 124? То есть они вместе к 130, этот сверху, этот снизу подойдет? Да нет, Сбербанк, на самом деле, нравится несколько побольше, все-таки, да, потому что, в общем-то, как бы, те изменения, которые там происходили, ну, то есть в целом, как бы, ничего плохого в нем нет, да, плюс, опять же, если брать экспозицию, там, на российский финансовый сект, ну, собственно, индекс, кроме Сбербанка, да, а больше ничего и нет толком. бенчмарк, причем бенчмарк достаточно такой качественный, да, то есть в отличие там от Газпрома, да, которого тоже в индексе 15%, вот Сбербанк, говорится, гораздо больше. Ну, скажи, я бы сказал так, с моей точки зрения, в России только есть две приличные государственные компании, да, то есть действительно компании, которые именно соответствуют понятию компании, делают то, чем они должны заниматься, да, это Сбербанк и Аэрофлот. Ну, что ж, смело, смело, убедительно, ну, и перспективы, тем не менее, технические, вот смотрите, сегодня он, да, там, 112 сделал, ну, шип у него такой замечательный, сейчас на график смотрю, ну, можно сказать, что там 110, вот он очередной раз постучался, и, значит, перед закрытием 1762 он сейчас стоит, вот что будет, ну, будет когда, завтра? Завтра не знаю. Какой рынок, такая бумага, ну, собственно, тут, ну, смотри, давайте я прямо поставлю, я хочу купить Сбербанк, вот по 1762 есть смысл выбрать, или надо ждать, все-таки он куда-нибудь, 103 упали? Ну, если вы завтра его хотите продать, то, наверное, нет. Да, пожалуйста, соглашусь. А если держать, то да. Если вы верите в светлое будущее российского рынка, да, и там считаете, что от этих цен рынок будет куда-то двигаться выше, там, и не будет там, не будет там каких-то существенных просадок, да, да, Сбербанк это та бумага, которую надо иметь. Я понял. Другой вопрос, это вопрос вашей общей веры в светлое будущее. Нет, светлое будущее я верю однозначно, и уж тем более в светлое будущее российского фондового рынка, но по 107 я бы не брал, конечно. Открою вам секрет, жду коррекции. Ладно, и с рублем, с рублем, вот есть вопросов много, тут обычно привязывают к тому, что у меня есть накопление некие, когда в рубль переводить, ну, в общем, это все, когда хед становится спекуляцией. это все обычная история. Вот смотрите, да, еще раз я напомню, значит, по крайней мере весь январь, да, мы видим 30, 30, 20, 30, 30, Что будет дальше? А что плохого в том, что 30, 30, нет, ничего плохого нет, о чем ты говоришь, наоборот, высокий чистый экспорт, надо же в городе деньги девать, избыточные. Но тут, в общем, на март, и в принципе февраль тоже пока, в общем, выглядит, ну, половину месяца мы уже прошли достаточно неплохо, а вот что касается марта, там у меня, честно говоря, немножко большие опасения начинаются, да, во-первых, если посмотреть на график платежей по внешнему долгу, то, что ЦБ публикует, там у нас пик платежей приходится, там, причем в 4 раза примерно, чем в другие месяцы. Понятное дело, что тут там что-то уже можно было перезанять, там где-то проролить, там и так далее, но все равно, да, пик есть пик, это риск для рубля. Плюс, я, честно говоря, опасаюсь весны, да, по поводу массовых выступлений в еврозоне, да, вот этих всех вещей. Согласен, согласен. Потому что, я говорю, то есть такое любопытное соображение, которое, да, то, что холодно бастовало. Нет, очевидно, но это Европа в конце концов, это же не мы, бастуем в любое время года. Потеплее, покомфортнее, хорошенечко оделись и пошли. А если посмотреть на динамику безработицы по еврозоне, в общем, там количество тех, кому есть, там, не знаю, у кого есть возможность бастовать, оно только выросло. Выросло. Вот, поэтому я думаю, что все-таки весной увидим какой-то негатив, действительно, и на этом фоне, конечно, рубль тоже будет себя чувствовать не очень хорошо. Ну, в любом случае, вот 30, да, если там с проколами, без проколов, 30 это максимум, наверное, да, того, что мы можем. Да, в принципе нет, понимаете, никто не знает заранее, да, у нас еще не саду. Не, ну мы не гадаем, Саш, ну мы пытаемся как-то ситуацию. У нас еще, не забывайте еще одну вещь, это евроклир, да, и, соответственно, тот факт, что... То есть он давит все-таки, да? Ну, для рубля это скорее позитивно, ну, как на укрепление работать, естественно. И с учетом того, что после открытия евроклира мы пока там такого выноса не видели, да, что, скорее всего, это все-таки фактор будет разманан в течение года, и, в общем, для рубля скорее будет позитив. Ну, то есть фактически прогноз примерно следующий. Скорее всего, увидим волатильность повышенную в марте и, наверное, весной в целом, да, а в целом погоду, наверное, все-таки тренд немножечко будет либо флэт, либо даже чуть-чуть на укрепление. после... Ну, от этих недалеко, да, я так понимаю? Я думаю, что далеко не уйдем. Сильно укрепление никому не нужно. Вот, но на самом деле, опять же, смотреть все-таки надо не рубль-доллар, там, я бы сказал, что рубль-доллар такого инструмента вообще не существует, есть евро-доллар, есть бивалютная корзина, а рубль-доллар это производная, да, и чем мы на него смотрим, да, что основной оборот все равно с Европой идет, как не верти. По крайней мере, в том, что импорта касается. Да, основные торги все-таки... Да-да-да, привычка. Ну, наверное, привычка. а потом смотри, если с точки зрения обывателя, да, то у меня есть накопление, они где? Они в долларах, на самом деле, я так вижу, что у нас осталась одна минута. К сожалению, да. Тогда, может быть, я просто со своей стороны, потому что, конечно, Олег успел высказаться по поводу того, как он видит, куда надо вкладываться, да, я выскажу свое мнение, то, что касается дивидендных бумаг, да, действительно, это хорошая, интересная тема, которая очень хорошо играет последние полтора года, когда народ все-таки посчитал и пошел в эти истории, да, вот, но, глядя, опять же, на ситуацию, я все-таки схожу из того, что во второй половине года, я с большим опасением негативно смотрю на весну, но достаточно оптимистично настроен на вторую половину года. Если мои ожидания правильные, то, скорее всего, этот год, это будет все-таки, в моем понимании, смотреть надо не дивидендные истории, хотя отказываться, ни безусловно, нельзя, но это может быть рынок именно селективных историй, да, такой, как мы видели в 10-м году и который мы видели раньше на предыдущем цикле, то есть где-то в году 2004, 2005, 2006, когда будет очень высокий сток селекшн и именно правильный выбор, то есть играть надо будет не всю толпу, а выбирать какие-то данные конкретной истории. Такое ощущение, что это будет работать. Спасибо. Спасибо, Владимир Брагин, Александр Бохин, уважаемые слушатели, спасибо за внимание, успехов на рынке, до свидания.